Привет, привет, привет! Тебе нравится? Да? Всем большой привет, меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет речь, наверное, так скажем, сегодня у нас будет просто чумовое комбо на самом деле, просто-просто чумовое. Я хочу показать вам отрывки со дня рождения Кирилла Черкасова, на котором я была, в клубе на Красном Октябре. Это было в мае, ну все знают, конечно же, видеоблогера Кирилла Черкасова. Вот, я оставлю такие отрывочки, чтобы вы могли посмотреть, сколько людей пришло, о чем он говорил, то, что он высказывал про Витфест. Любители видеофана сразу же говорю, извините, но мне тоже больше всего нравится Витфест. Сначала мы с вами посмотрим день рождения Кирилла Черкасова, там есть интересные такие моменты. Я хочу вам показать то, что было на сцене, сколько людей там пришло, там было реально весело. В общем, потом приехала Ксюша Хопман, потом, как обычно, у меня закончится батарейка, но это, в принципе, ни для кого не новость, что у меня все время заканчивается батарейка, у меня все время какие-то косяки с видеоизображениями. Мне вот сейчас не нравится, как у меня свет, но это, в принципе, это нормально, когда что-то не нравится, значит, все делаешь правильно. В общем, да, поехали дальше. И другое мероприятие, которое было в кафе, и которое было более масштабно, хотя, мне кажется, там бы пришло меньше людей, но они приходили, знаете, грубыми, таким прям поочередно заходили, заходили, фоткались. Это безумно смущает, и поэтому Ксюша, так как она моя лучшая подруга, я не знаю, вы, наверное, увидите, может, она меня сегодня захочет поздравить при вас, потому что она меня еще не поздравляла. Вот. Да. Я могу вам его показать. У меня на самом деле в телефоне целая отдельная папка, избранная, где я там сохранил всякие мемы для важных переговоров. Ладно, но может быть кто-то видел эту картинку? Самое смешное, что веселит меня каждый раз. Еще есть одна, мы сделали ее в 2014-м вместе с Ксюшей на даче. Мне наши лица безумно здесь, в дипломатке Гая Фокса. В общем, мне просто интересно, вот есть ли выбор между видеофаном и Витфестом, вы куда бы пошли? Витфест? Почему? Кто из вас смотрит Ивангай, поднимите руки. Честно только, правда. Так мало ручек. Так мало ручек, словно я на Донбассе. А вы поняли что-нибудь шутку? Знаете, это неловкий момент, когда ты пытаешься шутить, а потом никто не смеется, и ты объясняешь эту шутку, становится еще более нервным. Перед Новым годом, когда у меня было сто тысяч этих сумок с подарками, этих пакетов, сзади у меня еще рюкзак с ноутбуком, с тетрадками, с пеналом, со сменкой и всем остальным. И тут заваливается вот эта вся толпа, но не в толпе дело, дело в одной жирной, огромной бабе лет 50, которая стояла на другом конце вагона. Я стоял, ну, в другом. Ну, в другой, в общем. И тут я наблюдаю картину, и вот если у вас такое же было, я просто вам похлопаю, потому что я думаю, только это я такой счастливчик. Я вижу, как эта пища пробирается через всю эту толпу, и знаете, зачем она это сделала? Чтобы встать около меня и пнуть. Ладно, кто начал смотреть меня после того, как вышел этот чалендж, или как это там, это было с этим презервативом через нос, и вытаскиваешь его изо рта. Это на тот момент было, по-моему, тысяча? Или сколько? Две триста. Две триста? Ладно, а кто начал меня смотреть совсем недавно? Ну, то есть, месяц назад. Только преданные? Слава богу, мои социальные сети вообще работают, потому что я думал, что вообще никто не придет, потому что я видео не делал. О-о-о, в общем, на мой день рождения никто не пришел. Я стою в пакетинку. И знаете, как было бы забавно, если здесь я не пришел. Но на самом деле, неправда. Ко мне пришли, так что я никому не нужен. Вот, здорово. Все, мы тут развлекаемся, тусим, а те, кто не пришел, те отстают. Все, завидуйте, которые я еще не выкладывал. Вот, но я их не сделала. Ксюша их тоже не сделала, к сожалению. Вот. Но мы хотели... Короче, давайте тогда хотя бы расскажу вам, что это будут за видео, если интересно. Без спойлеров. Без спойлеров, но тема на моем канале... Мы с Ксюшей сняли коллаборации, чтобы подписчики ко мне прибегали. В общем, на мой канал мы сняли про лучших друзей. Я задавал мой канал. Дело в том, дети. Многие не знают, что такое тизер. Тизер – это не трейлер. В трейлере там какие-то детали сюжета проясняются, а тизер – это что бы заинтересовать. Человеку что-то типа что-то будет. В общем, открою вам секрет. Так как вы сегодня пришли, проделали путь, кто-то, наверное, учебу даже прогулял. Когня, например. Тизрум? Страшно опасно. Бобска, расскажу, что это будет за фильм. Почему-то многие подумали, что это будет фильм ужасов. Но нет. И тут-то было. Это будет черная комедия. Это будет и черная комедия, и фильм ужасов одновременно. Своё участие в фильме уже подтвердили Халберы. Сюша там будет, да. Обязательно. Мисси не будет. Но я думаю, что она согласится Мари Сен. Тоже там будет. Потому что в каждом, в каждой черной комедии должна быть черная таборка. Это красаванка! Это черная! Это не атака образа. Если честно, сапримируем на несколько тонов ниже. Затонируем. Приором. Ну а сейчас будет немножко другое видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...